Появились кадры момента смертельной аварии на Копейском шоссе. ВАЗ, восьмой модели, которым управлял 19-летний парень, влетел в стоящий у обочины грузовик. Погибла 20-летняя пассажирка. Кадры того, как разбилась машина, отсмотрел и наш корреспондент. Молодой водитель за рулем ВАЗа восьмой модели на скорости выполнял маневр и, кажется, из-за других машин не увидел, что полосу у обочины занял грузовик. Фура была припаркована вдоль дороги. Кадры после аварии, снятые очевидцами, ужасающие. Машина превратилась в хлам. Замес. Вообще. Смотри. Мамочки. ДТП случилось вечером на Копейском шоссе напротив дома номер 31. За рулем ВАЗа был 19-летний юноша. Он съехал настоящий автомобиль «ДАВС» полуприцепом. Удар был такой силы, что его 20-летняя пассажирка скончалась на месте. Пожалуйста, не гоняйте, соблюдайте дистанцию, соблюдайте скоростной режим. Машина – это не шутки. У молодого автомобилиста закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб колена. По факту ДТП сейчас проводится проверка. В центральном районе столкнулись Киа и Лада. ДТП произошло на Лесопарковой в 9 часов вечера. От удара Киа наехала на перильное ограждение и повредила его. Также сообщается еще о двух машинах, которые получили повреждения. Это «Датсун» и «Рено». Пострадавших нет. Иномарка попала в аварию на проспекте Ленина в Челябинске. Тойота влетела в чугунный забор. За рулем иномарки был 25-летний мужчина. В ГАИ он рассказал, что с дороги улетел после того, как его подрезали. В Челябинской области произошло смертельное ДТП. На 16-м километре автодороги Чебаркуль-Верхние Караси столкнулись «Лада Калина» и «Ниссан». Водитель автомобиля «Лада Калина» совершил столкновение с автомобилем «Ниссан-Мурана». В результате столкновения водитель автомобиля «Лада Калина» погиб на месте, пассажир беспоказировал. В Магнитогорск на дороге перевернулась легковушка. Автомобилистам пришлось объезжать препятствия. В Магнитогорске пенсионер за рулем своего авто влетел в кучу щебней и железобетонные плиты. Авария произошла на улице машиностроителей, пострадавшему 71 год. Он был за рулем «Лады Калины». Какие травмы получил пенсионер, не сообщается. Но известно, что его госпитализировали. Продолжение следует...